Сегодня кандидаты от коалиции рассказали, что из себя будет представлять предварительный тур голосования. Так сделать свой выбор в отношении того или иного кандидата горожане смогут как в традиционной форме, так и при помощи электронных ноу-хау. 160 вот таких прозрачных хурн представители объединенного штаба коалиции уже завтра установят по всему городу. Процедура голосования проста. В специальном бюллетене необходимо будет поставить галочку напротив понравившегося кандидата, а также указать свое имя, фамилию и номер телефона. Это нужно, чтобы в дальнейшем исключить сделавших свой выбор несколько раз. Вдобавок горожане смогут проголосовать посредством специальных электронных терминалов, установленных в торговых центрах. Проходить своеобразные выборы будут в течение трех дней. 3 июня мы скроем эти ящики и 3 июня мы выясним, сколько проголосовало в электронных терминалах. И уже тогда определится победитель. Победитель первого тура. Этот победитель первого тура продолжит борьбу во втором туре, собственно, уже с основным своим соперником. По словам кандидатов, все урны будут опечатаны и по-своему опломбированы. За каждой из них будут постоянно наблюдать как минимум двое человек. Впрочем, претенденты договорились, что все должно пройти как можно более прозрачно и честно. Ни одному из нас, ни в наших интересах, фальсифицировать эти выборы первый тур. Мы бы хотели их провести честно и определить, кто из нас победитель. Чтобы победителя выбрал народ. Этого кандидата мы поддержим на выборах, потому что выбор народу это практически выбор Бога. Это уникальная возможность сделать это в городе Красноярске. Каждый из нас, конечно, хочет победить в первом туре и участвовать в голосовании 10 июня. Но есть более важная задача. Это дать красноярцам возможность 10 июня выбрать себе мэра из кандидатов от народа, а не от партии власти. А нашей молодой коалиции получить уверенность и в дальнейшем работать на благо города и горожан. Сегодня в городе Красноярске нет такого человека, нет такого политика, который мог бы в одиночку победить существующую систему. И поэтому необходим союз всех здоровых сил для того, чтобы нам выбрать единого кандидата. И этот кандидат получил максимальную поддержку всех горожан для того, чтобы на выборы главы города пришел к власти независимый человек. Человек, который объединяет самые разные слои нашего общества. К слову победителя предварительного тура голосования организованного коалицией, сегодня пообещали поддержать и коммунисты. Первый секретарь краевого отделения КПРФ также призвал к объединению. Ситуация сложилась довольно-таки неплохо. И сегодня партии объединяются, кроме «Единой России». Кандидаты, которые выдвинуты самостоятельно на пост главы города Красноярска, объединяются. Сегодня будем советоваться с населением, определять кандидата «Единого» и вперед. Подсчитывать голоса, сделавших свой выбор горожан, объединенный штаб коалиции будет в ночь со воскресенья на понедельник. Объявить же результаты и победителя претенденты пообещали уже 4 июня. Снять свои кандидатуры проигравшие претенденты обещают в этот же день. Ну а победитель продолжит предвыборную гонку. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер 292-91-35. Артем Курчавый, Сергей Кашин, Афонтова. Новости.